Эйнцвейндры и вперед! Намотаем свои пять километров на кардан. Да, собака? Для многих встает вопрос, сейчас зима, а надо будет делать регулярно прогулки, а все вокруг замерзло. Как же передвигаться по льду так, чтобы не упасть? Ну, во-первых, не ставьте ногу на пятку, куда идете. Сразу, видите, опа, поехали и упали. Причем упадете назад затылком, идите ставьте на полную стопу, на льду, на полную стопу, на коленки слегка, слегка, ну чуть-чуть согнуты, то есть не надо как на ходу легкать, то есть как на палках идете, у вас сразу же конструкция завалится. Поэтому слегка, 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 коленочка, ноги согнуты, поясничка также у вас слегка напряжена, должна быть напряжена, поясничка слегка. И вы идете, если вдруг поскользнули, заскользнулись, раз, опа, опускайтесь ниже, в центр тяжести. Еще раз, значит, вот на льду вы заскользили, раз, хоп, хоп, все. Вы уже не упали. Или, по крайней мере, если даже упадете, то гораздо с меньшей высоты, нежели вы будете идти вот так, значит, наступать на вот так, подскальзываться, и у вас вот так вот получится, что вы на спину грохнетесь и, не дай бог, еще с дотылком вдавитесь. Поэтому гололед нам не помеха. Стопу ставим сразу всей площадью на лед, ни в коем случае, ни на носок, видите, она едет, ни на каблук она едет, а вот так. О, уже гораздо меньше едет. Вот, калиночки слегка согнуты, поясничка тоже амортизирует, стонусы. Все. И так можно ходить, да? Потому что даже собаки на льду скользят и падают. Если же падаете на льду, падаете, опускайтесь вот так и не старайтесь ни на локоть, ни на руку. Валитесь вот так вот, как бы сказать, обкатывая. Никаких острых вещей, коленей, там, этих, не выдвигайте. Потому что самые такие больные травмы, получается, когда грохнетесь на локоть, упадете. Вы упадете на колено, и такие вот сухожильные травмы, такие костные, сухожильные, они, во-первых, очень болючие, а во-вторых, они долго не заживают, могут давать различные осложнения. Особенно осторожно, будьте на спусках. Видите, замерзло. Идите не по накатанному, а лучше по обочине. Это намного безопаснее. Выбирайте пути обхода. Осторожно, спуск на гололёде. Ножки в коленях слегка согнуты. Стопы закругляем. Спинку держим прямо так, она немножко напряжена. Вот, сами как пружина. И успешно проходим этот опаснейший участок. Вот такая вот рекомендация, как прогуливаться в зимнюю погоду, в гололёд. Чтобы вы получили максимум пользы. И в то же время у вас не было травм. Да и вообще вы при передвижении в простом не получили никаких серьёзных травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова